Псевдо-реабилитационные центры, где силой удерживали пациентов, выявили сегодня в Харькове и Одессе. До этого в Днепре, Николаеве и Запорожье. Как лечили и в каких условиях содержали людей за высокими заборами, видели наши корреспонденты. Так называемый реабилитационный центр располагался в двухэтажном частном доме. Высокий забор на окнах решетки. Здесь удерживали 31 человека. Мужчины и женщины жили все вместе под круглосуточным присмотром охранника. Кого-то сюда приводили родные, кого-то просто хватали на улице. У них забирали телефоны, документы и не выпускали из этого дома. Люди, которые находились в центре, говорят, что им постоянно давали какие-то пигулки, их змушали пить. Во время обысков правоохранители нашли лекарства без упаковок и маркировки. А еще деньги в пачках с фамилиями постояльцев, их документы и списки. Некоторые находились здесь с 2016 года. Условия содержания ужасными назвать нельзя, но места катастрофически не хватало. Дом, где удерживали алка и наркозависимых, арендовала организация «Благодейный фонд». Ее основатели – две женщины. Не селить у себя людей, не предоставлять медицинские услуги они не имели права. Этот случай уже не первый. В Днепре подобный центр спецподразделения полиции брала штурмом. Бей вниз, отойди, отойди, оту дверь бей вниз. Бей внизу. Полиция легла на пол, руки за голову. Работали по той же схеме. С родных брали по 5-7 тысяч гривен в месяц. Людей накачивали транквилизаторами, заставляли молиться и работать. Уклонявшихся жестоко наказывали. Люди вскрывали вены себе, чтобы их хотя бы вывезли в больницу и по дороге как-то убежать хотели. В Одессе подобный центр занимал сразу 4 частных дома. В жестких умовах там незаконно утримывались 80 человек, которых либо лековали от наркомании в промышленном порядке. По трое суток я в терапевтических методах, я стою трое суток, не приседаю. Мне только здесь, я приседал итог. На 10-5 минут, если я посмотрю в окно, это наказуемо. Организаторы Одесского центра задержаны. Из такого же заведения в Запорожье освободили 100 алко-энеркозависимых. На телах были следы побоев. Светлана Шекера, Андрей Анастасов. Подробности, телеканал Интер.